На предприятии биотехнологической компании «Биокат» в особой экономической зоне Санкт-Петербурга начался запуск тестовой серии вакцины от коронавирусной инспекции «Спутник-5». На предприятии планируют начать наращивать выпуск вакцины и выйти на показатель в миллион доз. «Биокат» заключила соглашение с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава России о промышленном выпуске вакцины «Спутник-5». Сфера авиаперевозок в период пандемии пострадала больше многих сфер в связи с закрытием границ и сокращением числа полетов. Впрочем, это не повод отчаиваться, считает пилот из Вильнюса Роман Савин, в свободное время подрабатывающий курьером. Савина не сократили, просто резко уменьшилось число полетов. До одного-двух раз в месяц. Профессиональный пилот не считает курьерскую доставку недостойной работой. Не слушайте тех людей, которые вам говорят, что как же можно работать в доставке. Нормально можно работать в доставке, отметил Роман. Необычное ДТП произошло на шоссе в Миннесоте, США. Там столкнулся автомобиль и самолет. Одномоторный самолет «Беланка Викинг», на борту которого было два человека, совершил аварийную посадку прямо на шоссе. За штурвалом был 52-летний Крэй Гиффорд, знаменитый пилот, имеющий награды член летной группы США по высшему пилотажу. Сам Гиффорд отказался от комментариев, отметив, что Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по транспорту ведут расследование. Пара туристов из Сибири стала свидетелями завораживающего природного явления в горах около Новороссийска. Поднявшись на высоту 540 метров над уровнем моря, молодые люди увидели, как облака как будто стекаются в Цемесскую бухту и растворяются в воздухе, так и не достигнув города. Новороссийск известен своей нестабильной погодой. С ноября по март в городе возникает шквалистый ветер, который несет холодный воздух с северокавказского плато на побережье Черного моря. Порывы могут достигать 50 метров в секунду. Световое 3D-маппинг-шоу на тему образ победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа прошло в Санкт-Петербурге. Грандиозное шоу разворачивалось прямиком на фасаде здания главного штаба в рамках Дни Эрмитажа. 3D-спектакль рассказал зрителям о великих победах русского оружия. Видеоряд состоял из изображений экспонатов коллекции Эрмитажа, а звуковое сопровождение дополнялось стихами Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Гумилева, Евтушенко и Акуджавы. Наблюдать за представлением можно было онлайн на сайте мероприятия. Шарпей по кличке Буч настолько освоился в уфимском магазине автомобильных запчастей, что стал настоящей визитной карточкой заведения. Два года назад его хозяйка Оксана Султанова поняла, что оставлять питомца одного дома стало просто невозможно. Руководство магазина к идее обзавестись хвостатым сотрудникам отнеслось положительно. С тех пор Буч стал ходить в магазин как на работу. За время работы Буч научился передавать товары покупателям. Продавец цепляет покупку за его ошейник и пес с радостью относит заказ. Недовольных необычным продавцом среди покупателей пока не было.